Антон Павлович Чехов. Бумажник. Три странствующих актера Смирнов, Попов и Балабайкин шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удивлению и удовольствию увидели в нем двадцать банковых билетов, шесть выигрышных билетов второго займа и чек на три тысячи. Первым делом они крикнули «Ура!», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам. — Сколько же это на каждого приходится? — говорил Смирнов, считая деньги. — Батеньки! По пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей! Голубчики! Да ведь это умрешь от таких денег! — Не так я за себя рад, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить. Я за искусство рад. Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе. Шей ты мне, братец-гардероб! Не хочу пейзанов играть, перейду на амплуа фатов до хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр. — Теперь бы на радостях выпить и закусить, — заметил жен-премьер Попов. — Ведь мы почти три дня питались в сухомятку. Надо бы теперь чего-нибудь эдакого, а? — Да, не дурно бы, голубчики мои милые, — согласился Смирнов. — Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. — Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий, возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший. — Вон деревня. Видишь, за курганом белеет церковь. Верст пять будет, не больше. Видишь? — Деревня большая, и ты все там найдешь. Купи водки-бутылку, фунт колбасы, два хлеба и сельдь. — А мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой. Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой. Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе. И только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке. — Ведь эдакое счастье, — размышлял он дорогой, — не было ни гроша, да вдруг алтын. Махну теперь в родную кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр. Впрочем, за пять тысяч нынче и сарая путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну тогда другое дело. Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин — какие-то актеры. Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы. Они деньги на пустяки изведут, а я бы пользу Отечеству принес и себя бы обессмертил. Вот что я сделаю. Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется, Макмагон сказал, что цель оправдывает средства, а Макмагон был великий человек. Пока он шел и рассуждал так, спутники его, Смирнов и Балабайкин, сидели и вели такую речь. «Наш друг Попов, славный малый, — говорил Смирнов со слезами на глазах, — люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но, знаешь ли, эти деньги сгубят его. Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги. Голубчик ты мой хороший, родной мой. «Да», — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. «К чему этому мальчишке деньги? Другое дело, мы с тобой. Мы люди семейные, положительные. Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит». «Знаешь что, брат, не станем долго разговаривать и сентиментальничать. Возьмем, да и убьем его. Тогда тебе и мне придется по восьми тысяч. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал. Я тоже люблю его, обожаю. Но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала. «Что ты, что?» — испугался Смирнов. «Это такой славный, честный». Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурак, интриган, сплетник, пройдоха. Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой. А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески. Сказано, сделано. Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист. Потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы. Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным. Но добродетель всегда торжествует, а порог наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильнодействующим. Не успели друзья выпить по-другой, как уже бездыханные лежали на шпалах. Через час над ними с карканьем носились вороны. Мораль Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то не очень-то увлекайтесь.